Воистину, хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи и прощении. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от наших скверных дел. Того, кого Аллах наставит на прямой путь, никто не собьет. А того, кого Он собьет, никто не наставит. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. А затем, поистине, самая правдивая речь – это речь Аллаха. И лучшее руководство – это руководство Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Худшее из дел – новшество. Каждое новшество – это нововведение. Каждое нововведение – заблуждение, а каждое заблуждение в огне. Аллах сказал, в повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Аллах поведал нам разные истории в качестве назидания. Мы рассказываем тебе повествования о посланниках для того, чтобы укрепить ими твое сердце. Вот человек, которого Аллах пожелал вывести из роскошного дворца и направить туда, где он будет работать и тяжко трудиться, где он сам будет зарабатывать себе на достойную жизнь. Человек, которого Аллах пожелал подготовить к встрече с пророчеством посредством выпаса овец в течение 10 лет, готовя его тем самым к выпасу людей. Холостой мужчина, которого Аллах пожелал женить на праведной женщине, жившей далеко. И Аллах предопределил, чтобы этот раб вышел со своего места и направился в ту страну, чтобы жениться на той конкретной женщине, которую ему предписал Аллах. Аллах подзывал Мусу мир ему поближе тихим голосом и вел с ним беседу. И Муса был почитаем перед Аллахом. В Благородном Коране о нем упоминается более чем в 130 местах, в разных подробно и кратко изложенных историях, в которых содержатся удивительнейшие вещи. Удивительная жизнь, которую Аллах предопределил этому пророку, который вырос в роскошном дворце, чтобы он вышел из него после того, как убил копта. Оглядываясь со страхом, после того, как получил совет от сочувствующего человека, который говорил ему, «Знать договаривается о том, чтобы убить тебя, уходи. Воистину я даю тебе добрый совет». Он направляется в незнакомое для него место. У него с собой нет ни верхового животного, ни провизии, потому что он вышел быстро, в страхе, сразу же после того, как выслушал тот совет. При этом он обратился к Аллаху с двумя мольбами, «Господи, спаси меня от несправедливых людей». А направившись в сторону Мадьяна, он сказал, «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь». Потому что он не знал этот путь, и Аллах наставил его на путь. И каким же был этот путь? Муса, мир ему, прибыл в Мадьян, усталым и голодным. После того, как Аллах облегчил ему его дорогу, первое, к чему он подошел, был колодец. И ему открылось удивительное зрелище. Конечно, не было ничего удивительного в том, что он увидел группу чабанов со своими овцами, которые поили овец с этого колодца. Это обычное дело. Удивительно было то, что помимо них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Они не хотели смешиваться с мужчинами. И отводили подальше своих овец, чтобы те не перепутались с овцами пастухов. Он увидел двух скромных. Покрытых. Женщин, которые были вдалеке от мужчин и старательно продолжали держаться от них на расстоянии. В чем дело? В такие моменты просыпается дух благородства. Муса тоже был скромным. Он научил нас тому, как надо говорить с посторонней женщиной при необходимости. кратко. Кратко, чтобы речь не выходила за рамки необходимого. Всего одно слово. Он сказал, что с вами. Женщины также были скромными и ответили в несколько слов. Они сказали, мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. мы не можем смешиваться с мужчинами. Мы не можем начать нашу работу, пока не уйдут посторонние мужчины. То есть, пока пастухи не уведут свои стада. Мы вышли не из-за того, что нам это нравится. И не желая доказать наше равенство с мужчинами, как говорят шайтаны. Мы вышли по нужде. Наш отец, очень старый человек, сам он не может поить овец. Такова их жизнь. Им необходимо выходить. Только из-за этого они и вышли. Этих слов было достаточно для того, чтобы объяснить проблему. Почему вы стоите здесь? И Муса мир ему. И он был человеком доблестным и благородным. Мог лишь выступить вперед, чтобы сделать доброе дело. И напоить овец. Умар, да будет доволен им Аллах, обращал особое внимание на эту историю. От него приводится в Мусаннафе, ибн Абишейбы, разные риваяты. В том числе говорится, что на том колодце лежал огромный камень, который могли поднять только 10 мужчин. И когда пастухи напоили скот, они положили этот камень и ушли. А Муса мир ему. Один поднял его. И один напоил всех овец. Пока они не напились. И он не ставил никаких условий. Ни в начале, ни в конце. Он не ожидал слов благодарности, а сразу же после своей работы отошел. Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень. Он сделал свое дело в середине дня под палящим солнцем. Когда же он завершил свою работу, он вернулся в тень, будучи уставшим, утомленным и голодным. Он потерял свои сандалии и сейчас сидел босой. Как передается от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, он сел в тени уставшим. Его желудок готов был прилипнуть к позвоночнику от сильного голода. И сквозь его живот чуть не проступала зелень, потому что во время своего путешествия он питался только листьями деревьев. Избранное творение Аллаха. Пророк Аллаха сидит голодным и уставшим в тени. Ему сейчас хотя бы половину финика, хоть полфиника, из-за сильнейшего голода и усталости, которая сломила его после путешествия и после того, как он напоил скот. И он мог лишь поднять свои руки. Обращая жалобу на свое положение к своему Господу, взывая к нему как к Господу, ведь Господь заботится о своих рабах, исправляет положение тех, кто заботится о них и помогает им и делает для них что-то полезное. Господи, воистину в том, что ты не спошлешь мне после этого обращения уже не нужно было просить чего-то конкретного. Он сказал, Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне. Я нуждаюсь в твоем благе, Господь. Слово благо стоит в неопределенном положении, что указывает на общность, то есть любой вид блага, еда, питье, безопасность, убежище, одежда. Нуждаюсь в любом благе. Просьба о чем-либо это поклонение одному Аллаху. Аллах любит, когда именно к Нему обращаются с жалобой на свое положение. Разъяснение нужды в Господе причистон относится к высшей степени таухида. Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне. Я нуждаюсь в твоем благе, о Господь. Он лишь пожаловался на свое положение. Он не просил ничего конкретного. Лаконичность в просьбах указывает на понимание сути мольбы. От пророков мы учимся и понимаем из того, к чему их наставил Аллах. Что Аллах велик, он и славен, богатый, самодостаточный и сильный. Если раб попросит своего Господа упоминая собственную бедность, богатство и самодостаточность Аллаха причистон, свою рабскую слабость и силу Всевышнего Аллаха, то это очень нравится Господу. Господи, воистине я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне. Когда обе женщины вернулись к своему отцу, они вернулись быстрее, чем обычно. раньше, чем обычно. Конечно же, он спросил, почему вы сегодня вернулись так необычно рано? И они должны были подтвердить ему и рассказать то, что произошло. И после этого он отправил их к Мусе, желая его как-то отблагодарить. И так Муса обращался к своему Господу. И не успела закончиться эта мольба, как пришли две девушки и с ними пришло избавление. Все это не затянулось и Аллах щедрый. Он отвечает на мольбу притесненного, когда тот обращается к нему. Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне. И одна из двух женщин застенчиво подошла к нему. Подошла, то есть пришла. И с ней пришло избавление. Аллах дает ответ на его дуа с причинами. Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво. Умар, повелитель верующих, да будет доволен им Аллах, сказал, она прикрыла свое лицо одеждой. Она не была дерзкой и не была из тех, которые любят ходить вне дома, туда и обратно. Эти слова передал Ибн Абишейба с достоверным снадом. Покрытие лица, то есть части тела, воплощающего в себе красоту женщины, издавна было известно в шариатах проповедников и пророков. Она прикрыла лицо одеждой. Повелитель верующих говорит, она не была дерзкой и не была из тех, кто любят ходить вне дома, туда и обратно. Каждый ее выход был по необходимости и сказала, мой отец зовет тебя. «Это не я тебя зову». Посторонняя женщина не может самозвать постороннего мужчину. Вначале она упомянула подлежащее. Мой отец. Это от него исходит приглашение. Мой отец зовет тебя. Потому что это может показаться сомнительным. Обращение к постороннему мужчине и его приглашение. и она ясно объяснилась и упомянула причину того, что кроется за этим приглашением. Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину и воздают ли за добро иначе, чем добром. Ты благодетельный, щедрый человек, ты сделал благое дело и на него надо ответить чем-то благим. Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить. за то, что ты напоил для нас скотину. Муса мир ему последовал за ней и от приглашения благородного человека отказываются только подлецы. Муса был благородным и тот человек таким же. Когда эти два праведных человека встретились, казалось, что они словно были знакомы друг с другом очень давно. когда души встречаются, похожие из них притягиваются друг к другу. Когда он пришел к отцу и поверил ему рассказы, не один рассказ, а много рассказов, что он из Бану-Исраиль, что с ним случилось, как поступал фараон из Бану-Исраиль, как все произошло, как Аллах спас его от них. Затем, как он вырос в том дворце, потом убил копта, а потом убежал, спасая себя. Затем, то, что произошло у колодца, история у колодца, когда он пришел к отцу и поведал ему рассказы. Первое, в чем нуждается боящийся человек в успокоении. Поэтому тот праведный, мудрый человек сказал ему, не бойся, ты спасся от несправедливых людей, они не имеют власти над нами, их козни до нас не дойдут, мы независимая от них страна. Не бойся, ты спасся от несправедливых людей, так Аллах даровал безопасность своему рабу, облегчил его дело, и Всевышний Аллах хорошо устраивает дела своих праведных рабов. О, Аллах, сделай нас из числа твоих праведных рабов, о Господь миров, и введи нас по милости своей в их группу, о щедрый. На этом я заканчиваю и прошу прощения у Аллаха за себя и за вас. Просите у него прощения, поистине он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху, свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, причисто Аллах, нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха, Аллах велик. Я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник, добрый вестник, предостерегающий увещеватель и освящающий светоч, да благословит Аллах его, его семью, сподвижников и благое потомство его благословенных наместников, его жен, сподвижников и тех, кто последовал за ними вплоть до судного дня. О, Аллах, благослови, не спошли свою благодать своему рабу и пророку, обладателю водоема, и достойного места в раю, заступника в судный день. Рабы Аллаха, раз уж пришел этот спаситель, то почему бы этой женщине не воспользоваться шансом? Чтобы избавиться от того, чтобы выходить из дома и всего того, что с этим связано. Постоянные работы вне дома, всяческих опасностей. Одна из двух женщин сказала, «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». «Отец, это шанс, это шанс, мы хотим избавления и спасения». «Отец, найми его и освободи нас от этой работы». «Отец, найми его, ведь это такая возможность, человек, в котором есть два важных, великих качества, столь необходимых в любой работе. ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен». Это первое. «И заслуживает доверия». Это второе. «Если он силен, но не заслуживает доверия, это беда. Если он заслуживает доверия, но не силен, а слаб, то какая от него польза?» Умар да будет доволен им Аллах, который уделял особое внимание этой истории, будучи халифом, мучился, назначая правителей над городами, судей, имамов и военачальников. Он говорил, «О Аллах, я прибегаю к тебе от стойкости грешника и слабости заслуживающего доверия». Стойкость грешника, то есть грешнику доверять нельзя, но он выносливый и сильный, слабо заслуживающего доверия, то есть он человек верный, но у него нет силы. Два этих качества важны для каждого, кто занимается общими и частными делами мусульман. «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен, который один поднял тот большой камень и один напоил всех овец за такое короткое время и заслуживает доверия. Он не ставил никаких условий, ничего не просил, ни до того, как напоить овец, ни после. Когда я пришла, чтобы позвать его к тебе, он сказал, «Иди позади меня и говори, куда идти, потому что не хотел смотреть на мое тело». Он заслуживает доверия. Истина, братья, в том, что эта история – великий урок в вопросе женской работы, у которой есть свои условия в шариате. Сейчас по этому вопросу ясно видно, что должна быть необходимость. Таким образом, во-первых, надо, чтобы работа в своей основе была разрешенной, а не запрещенной, чтобы во время нее она не открывала свою красоту, не смешивалась с мужчинами, чтобы ее запаха не чувствовали посторонние мужчины и так далее. Это второе. Чтобы она нуждалась в этой работе, например, какая-то разведенная женщина, нуждающаяся вдова, которую никто не содержит, или же другие нуждающиеся в ней. Например, эта женщина принимает роды. Это третье. Чтобы она была в безопасности от искушений и смут. Это четвертое. Чтобы она не теряла более важные обязанности, например, соблюдение прав грудного ребенка или мужа. Это пятое. Шестое. Чтобы ее выход был с разрешения ее опекуна. Чтобы ее работа соответствовала ее женской природе. Это седьмое. Она не должна работать в сфере смазочных материалов, техники, подрядов и на жестоких и трудоемких профессиях, как внушают некоторые шайтаны для женщин, чтобы они работали там, заявляя тем самым, что они не хуже мужчин, после чего они постепенно теряют свою женственность и стыдливость. И происходят бедствия и трагедии со стороны безработных юношей, которые не могут найти работу. Также женщина постепенно теряет свою женственность и стыдливость, что вредит ей самой и ее дому, в котором она живет или куда она перейдет после замужества. «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». Мудрый отец подхватил это предложение и развил его дальше, сказав «Воистину я хочу сочетать тебя браком». Из простого найма он перешел к вопросу, в котором содержатся более общие пользы. От опекуна требуется, чтобы он разумно действовал в соответствии с интересами опекаемой им женщины. Он пришел с универсальным решением, в котором содержалась польза для обеих девушек. Им не надо будет выходить на работу. И польза для одной из них в том, что она получит праведного, сильного, заслуживающего доверия мужа, который будет защищать ее, а другая получит пользу от благородного и щедрого зятя. Ей не нужно будет куда-то выходить. В выпасе этих овец источник пропитания для всей семьи. Отец получает свою пользу от овец и получает муса, еду, питье, жилье, кров. Он будет есть мясо, пить молоко, носить шерстяную одежду и попадает в благородную семью. но у него нет маэра. А при заключении никаха маэр обязателен. Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из этих моих дочерей при условии, что ты наймешься ко мне на восемь хаджей. Раз уж у тебя нет денег, мы не хотим нагружать тебя, утомлять и требовать от тебя, что ты не можешь дать. Таким образом, решение в том, чтобы маэр состоял в твоей работе, а не в деньгах. Ты наймешься ко мне на восемь хаджей. Как же сильно тот праведный человек был привязан к хаджу разновидности поклонения. Он даже назвал год хаджем. На восемь хаджей. Если же ты останешься на все десять, то это будет милостью от тебя. Это будет твоя щедрость и добродетель. Это не обязательно для тебя. Я не собираюсь обременять тебя. Опекун успокаивает жениха, будущего мужа. И ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников. В этом нет самовосхваления. Он сказал, если пожелает Аллах, он не знает, будет ли он крепок в своей праведности или нет. Сердца находятся в руках милостивого Аллаха. И ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников. Муса, мир ему, схватил это щедрое предложение и принял его. Да и как он мог его не принять? У него появляется шанс блюсти целомудрие и добродетель. Шанс получить жилье и жить с верующими людьми и удовлетворению своих потребностей. Великое благо, которое Аллах привел к нему. Он сказал, договорились. Какой бы из этих двух сроков я не отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим. Он привел в свидетели Господа миров при заключении этого договора. Воистину, Аллах наблюдает за вами, видит вас и знает о вас. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим. Мы уповаем на него, передаем наше дело ему. Он знает о нашем положении, видит наш договор, слышит наши слова. Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, спросили о том, какой из двух сроков отработал Муса. Он сказал, более полный и совершенный, ведь если пророк Аллаха говорит, он делает. Это тщательность, тщательность выполнения в полном завершении, завершении доброго дела. Десять лет это божественная подготовка Муса Мирьему до того, как он должен будет получить откровение. Наш пророк занимался созерцанием и размышлением в пещере, а Муса Мирьему пас овец в том же месте. В тишине овец, на воздухе, в той среде. У него была праведная семья. И возможность договориться. Муса Мирьему доказал, что он благородный и достойный муж. Он защищал свою жену и охранял ее. Когда он отправился в путь вместе со своей женой и увидел со стороны горы огонь, он не взял свою жену туда, где был огонь, ведь он не знал, кто там есть, враг или друг, подлец или заслуживающий доверия человек или кто-то еще. Он сказал своей семье, оставайтесь на месте, оставайтесь здесь, я увидел огонь, возможно, я принесу вам оттуда известие, которое укажет нам путь, или горящую головню, чтобы вы могли согреться на этом холоде. он защищал жену, пытаясь принести ей нечто, что принесло бы пользу и устранило вред. И далеко ли от этого ушли современные мужья? Где мужчины, которые, если увидят, что женщина находится в положении, когда ей нужна помощь, помогают, не желая при этом ни награды, ни благодарности? Как сказано в Коране, они говорят, мы кормим вас лишь ради лика Аллаха. Разве в том, что мужчина сватается к женщине, содержится умоление его достоинства? Когда опекун увидел подходящий вариант, разве он посчитал позорным для себя открыть эту тему? Если ты видишь, что этот юноша хорошо обращается с людьми, проявляет смирение в намазе, постоянно ходит в мечеть, почему бы не сказать ему, ты женат? Нет. Почему? Не нашел невесту. У нас есть то, что тебе нужно. Рабы Аллаха, Умар предлагал Абу Бакру Хафсу, затем предлагал ее Усману. Этот вопрос не был для них чем-то зазорным и не считался плохим, отрицательным обычаем. Это был настоящий поиск. не только мужчина должен искать себе религиозную жену, но и опекун этой женщины может искать религиозного мужчину. О Аллах, исправь наше положение, прости нас, прости нам наши грехи, прости нам наши скверные дела, введи нас в рай вместе с праведниками, защити нас от наказания огнем и освободи нас от него, о всепрощающий. О Аллах, спаси наших слабых братьев по всей земле, о наимилостивейший из милостивых. О Аллах, помилуй их слабость, исправь их положение, помоги им против их врага, собери их всех на истине, накорми голодного из них, одень ногого из них, дай приют изгнанникам и скитальцам, исцели их раненых и вылечи их больных, помилуй их умерших, о Господь миров, долгие их беды, и нет у них помимо Аллаха ни покровителя, ни помощника. Никто не сможет избавить их от этой беды помимо Аллаха. О Аллах, избавь их от того вреда, который постиг их, о Господь миров. О Аллах, покрой наши недостатки, уплоти наши долги, объедини наше слово на истине и освободи нас из наших грехов, дабы стали чистыми мы, как в тот день, когда нас родили наши матери, о наимилостивейший из милостивых, о Господь миров. Твой Господь, Господь могущества, причист и далек от того, что они приписывают Ему, мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров. Продолжение следует...